Приветствую! С вами видеоблогер Екатерина Снытко и сегодня речь пойдет о посадке семян в феврале. Солнышко уже светит, приятнее, теплее, рассада потихонечку подрастает, та, что была посажена в январе. И сегодня я расскажу, какие семена я посажу в феврале. Я вот себе сделала заметочку, что хорошо посадить гелиотроп. Это растение незаслуженно ушло из наших садов-полисадников, но это прихотливое растение. Любит удобренную почву, любит полив, любит внимание. Так что подумайте, сможете ли вы за ним ухаживать. Очень хорошо сажать лабелию. Лабелия может быть и ампельным растением в кашпо можно посадить, а может быть почвопокровным растением. На бордюрчике очень красиво. Красиво будет лабелия смотреться и на альпийских горках, если уложить ее на камни. То есть это будет как волна. Очень хорошо, если вы посадите салвию. Это красивое растение, яркое. Оно образует целые пятна в саду. И высота этого растения 50-60 см. Может быть и ниже, в зависимости от условий. И его надо сажать чуть подальше. Но все равно это будет очень красивое, яркое, красное пятно. И, конечно, мы же все заготовили семена петунии. Кто-то посадил петунию уже в январе. Это тоже хорошо. И сажайте, конечно, больше гибридные сорта, потому как они яркие, красивые. Вот очень красивый лососевый цвет. Посмотрите, какая красивая петуния. Она имеет ампельную форму, но есть и кустистая. И вот здесь все гибридные семена даны в пробирочках. Поэтому там по 5 семян. И лучше, конечно, сажать в отдельные такие ячейки. Я сейчас покажу, как посадила я. Хорошо сажать вот в такие ячейки. Это емкости из-под сливок, в которых я сделала отверстия. Сажать петунию надо на снег. Сделали какую-то емкость, подготовили, выложили снег, сантиметр где-то, и выложили семена. Так они будут видны, и так они пройдут небольшую стратификацию. Посажу я семена глоксинии. Глоксинию лучше сажать клубням. С семенами довольно хлопотное дело. Но мне подарили, поэтому я посажу. А потом уже, когда корешки будут хорошие, буду убирать их на зиму в дом. Буду сажать я также и бегонию. У меня их два цвета. Вот такие красивые. И пора уже сажать. Бегония имеет высоту от 20 до 40 сантиметров. И клетики красивые, яркие. Листики у них могут быть и коричневые, и зеленые, яркие, и цветы. Но смотрится очень и очень хорошо. Как на бордюрах, так и на небольших полянках. Посажу я также на рассаду и цинерарию. Посмотрите, цинерария, приморская, дробеда. Имеет красивые серебристые листочки. Растение великолепно смотрится на бордюрах. И у нас оно зимует. Является многолетним. Растение очень благодарное. И сажайте, не пожалеете. Также я посажу вот такую декоративную капусту. Мне прислала семена Танюша из Израиля. Но в прошлом году немножко задержалась посылка с семенами. И посадила я. Но уж слишком жаркое было лето. И поливать слишком накладно. И в общем она начала развиваться. Но что-то не пошло. Поэтому в этом году я посажу ее на рассаду. Смотрится очень красиво. Яркие, розово-фиолетово-красные. Такие большие соцветия до самых заморозок. Сажайте, не пожалеете. Также я посажу клеому. Клеома очень красивое растение. Высота его где-то 60-70 сантиметров. Я благодарна всем, кто откликнулся на мой вопрос, что это за растение. Я когда его увидела первый раз, я была поражена его красоте. Высокое растение. И макушка вся облеплена цветами. Семена стручки. И я, конечно, спросила у тех зрителей моего канала, кто смотрит, кто знает. И мне ответили, что это клеома. Вот именно клеому я и посажу, чтобы иметь весной уже красивые ростки. И у меня очень много многолетних, но небольшие участочки хорошо делать однолетниками. И, конечно, я посажу перцы. Уже пора-пора сажать эти вкусные овощи. Перцы. Каждая хозяйка выбирает свой сорт. То, что растет. Я вот как-то посмотрела красная лопата. Да, действительно, 500 грамм почти имеет один перчик. Представляете? Но в магазине, когда я спрашивала сорта, мне посоветовали вот эти, которые выбирают большей частью. Это перец янтарь, перец сатурн, перец ласточка и перец красный куб. Здесь и раннеспелые, и среднеспелые. В общем, хозяюшки, давайте сажать семена на рассаду. Конечно, на подоконниках у нас места почти нет. Но вот потеснятся мои красавицы. Я имею в виду спатифилумы. Отодвинула я их уже подальше от окна. И там у меня красуется рассада. Ну и другие цветочки, которые уже подросли, буду убирать подальше от цвета. Так что давайте сажать семена, те, что я посоветовала в феврале. Возможно, вы мне подскажете, какие семена. Ответьте на мой вопрос, который видите вот в правом углу. Какие семена в феврале вы советуете посадить из вашей практики? И те, кто смотрит мои фильмы, воспользуются вашими подсказками. Заглядывайте на мой сайт. Это портал целый. Очень интересно. О саде и огороде очень много. Я его веду уже четвертый год. И, конечно, приглашаю подписываться в школу Дениса Коновалова. Это бесплатная школа по Ютубу, которая даст вам очень много полезных знаний о том, как оформить канал, о том, как делать фильмы и как их правильно оформлять, для того, чтобы поисковая система Ютуба их могла распознавать. Подписывайтесь на мои каналы. Я буду благодарна вашим откликам. Делитесь моей информацией. Я также буду благодарна. Пусть побольше народу узнает. Пройдите по иконкам соцсетей, которые находятся под этим видеороликом, и поделитесь этой информацией. Я также буду вам благодарна. С вами была видеоблогер Екатерина Снытко. Итак, вперед! Сажаем семена на рассаду. Сегодня 1 февраля. Время не ждет. Солнышко светит. На улице сегодня замечательная погода. Поэтому стоит посадить. Но опять-таки подумайте. Так, не буду ничего говорить. Сажайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Продолжение следует...